Или можно даже принять предложение, допустим, от сотрудников нашего центра, чтобы их выступили к вам, о нечеловеческих условиях общения, отношениях, задержанных лицам. Вы сейчас сказали о хронических заболеваниях, но вы не говорите о том, как их избивают, как их пытают, как они находятся в каких условиях, почему их по двое суток, по трое, не гордят, не поют. В сегодняшний момент я о факте в переводе в медицинское учреждение задержанных со слезами пыток, о соседании пыток, не знаю. Если вы этот факт знаете, сообщите, мы пойдем в черный расследователь. Человек, который... У вас есть факт? Вот! Вот он наш факт! Послушайте! Тише! Не было факт! Подождите, пускай человек, который был в камере. Тише! Тише! Я считаю, что это не наша структура, я еще раз обращаюсь. Тихо! 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 И обращение, что и по поводу условий, и плани, мы тоже работаем. Тише! Но это не наша структура. Тише! Тише! Тихо! Тихо! А норм! Тихо! 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 Я вышла вчера в ползесят в утро из БПД центрального района. Нас задержали пять девочек, мы шли в медицинской одежде по улице Максима Богдановича на уровне парка Дружбы народов. Там не было никого. Мы не знали, куда идти, нас никто не координировал, мы не знали, где нужна наша помощь. Мы просто шли, у меня получали Мы шли, нас остановили, задержали люди в зеленой форме, с оружием, который был боевой. Мы боялись, мы им честно сказали, что мы боимся, что мы идем не митинговать, что мы обозначили себя как люди, к которым может обратиться за помощью любой нуждающийся. Потом нас пересадили в автозап, потом нас привезли в Центральную ОВД, мы потом об этом узнали. Я в жизни была так рада, что я девочка, потому что нас не били. А всех остальных били сильно, всех по-разному, не знаю, от чего зависит. Может, от того человека молчит или не молчит, но били мужчин всех. За что? Это нормально. Я не считаю это нормально. Спасибо. Я не могу сказать. Я не могу сказать. Я не могу сказать. Я эту информацию делаю. Спасибо. Спасибо.